Вот эти неколлагеновые белки, почему их больше? На что здесь обратить внимание? Там содержатся, во-первых, транспортные белки, которые организуют волокна коллагена в пучки. До еще, до минерализации. Второе – это морфогенетические белки, которые потом запечатаются, ассоциируются. Поэтому на этапе еще выделения, то есть на этапе формирования предкости, пока они не превратились в минерализованные остеоциты, и пока это не единый конгломерат, там еще происходят активные процессы регенерации. Кость заканчивается формироваться только к концу седьмого месяца. Ученый по фамилии Несс открыл очень интересный факт, что в концентрациях, в которых находится физиологически растворенный гидроксиапатит кальция, он должен выпадать в осадок. То есть, по идее, должен быть какой-то фермент, который препятствует вот этого выпадения, осаждению гидроксиапатита кальция и поддержит его в расстоянном состоянии именно в крови. Этот фермент был позже открыт, он называется щелочная фосфатаза, он содержится в характерных пузырьках, вот в акриландерсом, хрящевой ткани впервые, именно на этапе кальцинированного хряща. Он определил, что там формируются определенные пузырьки, которые содержат ферменты, он стимулирует кальцификацию. Ну и пирофосфатаза тоже самое, только там это пирофосфаты двойные, да, там гидроксиапатит кальция, это кальция 3,4,2 на 5 воды. Он также действует вот эти плазматические пузырьки, это эндоплазматический ретикулум, но они залегают в различных областях клетки, они не ориентированы, кажется. Соединение остеоцитов всегда находится рядом с капилляром. Имеется щелевой транспорт. Он, по сути, компенсирует недостаточность сосудистого питания и переносит газ, мискоммукулярные соединения альбумина в различные мелкие и мелкие именно. И именно в той зоне он имеет место, где имеет сосуд, расположен в канале. Вот он, щелевой транспорт, пузырьмотический отрод и соединение клеток между собой в единицу. Остеоциты, да, они имеют более сниженный УПР, поскольку не нужно двигаться никуда. Эдоплазматический ретиклум – это скелет. Он помогает перемещаться клеткам, мигрировать в какую-то зону, где они свой эффект раскрывают. А также у них снижен объем аппарата Гольджи, потому что нет необходимости синтезировать ферменты. Поэтому все эти структуры потихоньку начинают редуцироваться и уменьшаться. А позже появляется лизосом, потому что накапливаются продукты жизнедеятельности или зональные ферменты, и в дальнейшем эта клетка гибнет. Вот ключевая цифра, которую вы должны знать, потому что она и определяет успех регенерации. Если мы думаем о том, как ее создавать, тогда все происходит. Поэтому все межклеточное вещество, оно находится в минерализованном состоянии. Для того, чтобы его разбудить, вызвать какие-то эффекты, нужно провести его доминерализацию. Лакунарно-каналитцевая система транспортно обменивается жидкостью, но ее недостаточно. Именно поэтому сосуд должен быть расположен на расстоянии 0,1-0,2 мм, потому что передача всех крупных соединений, питательных веществ и так далее для клеток, оно не происходит путем канализового транспорта и плазматических отростков. Они могут передавать различные соединения низкомолекулярные, которые сообщают, например, что клетки повреждены в определенной зоне. Почему опять же, про тот же мы скальпель говорили, почему надо его отделять? Чтобы часть клеток поврежденных оставалась на принимающем ложе. И говорила о том, что они, находясь на принимающем ложе, повреждены. А часть клеток, которые мы срезаем, находилась на следственном надкосничном лоскуте и контактируя с сосудами надкосницы, также говорила, тогда мы будем действовать регенераторно на обе зоны, на оба локуса. Доути и Шоуфилд ввели в 1971 году, что гидростатическое давление, давление столба, крови в капилляре выше при образовании жидкости, чем при обратном всасывании в сосуде гидростатическое давление. А при обратном всасывании содержание белка в крови в этом месте выше. Поэтому при сниженном гидростатическом давлении происходит обратное всасывание воды. Механизм обратного лоскута он называется. Он происходит по градиенту концентрации, потому что белок, аккумулируясь, создает много жидкости вокруг себя. И эта жидкость по градиенту концентрации проходит внутрь обратно. И вот это коллоидное состояние белка, оно повышает осматическое давление, которое по градиенту концентрации, вместе с низким гидростатическим. Поэтому жидкость переходит обратно. Кость при отсутствии живых остеоцитов убивается сразу же остеокластами, потому что межклеточное вещество мёртое и бесклеточное. Клетки-то не сигнализируют, что в этой зоне есть живые клетки. Поэтому туда приходят остеокласты и иолизируют, повышая концентрацию кальция в крови, вымывая оттуда различные компоненты, в том числе и морфогенетические белки. Все это регулирует паратгормон, паратиреоидный гормон, выделяемый паратиреоидными железами. Он выделяется обычно при избытке кальция и обеспечивает именно обратное его всасывание, а также ускоряет выведение почками. Он активизирует процесс метаболизма, переработки кальция в кости, освобождая его из матрикса. И повышает соответственно уровень кальция в крови. А кальцитонин, как и у антагонист, он уменьшает выведение, задерживает и наоборот увеличивает всасывание в желудке. Как вы знаете, кальция в желудке вместе с водой, спиртом, витаминами и всем остальным водорастворением. Поэтому клетки остеокласты, они имеют характерную очень структуру и так называемую гофрированную каемку. Был большой спор, я сейчас расскажу об этом. Паратиреоидный гормон, он активирует именно остеокласты и увеличивает их число в определенной зоне. Это нормальный физиологический процесс. Это происходит из-за образования избытка костной массы, где уже клетки не жизнеспособны. Сначала остеоциты, они синтезируют матрикс, потом снижается этот эндоплазматический рецикл, накапливаются лизосомы, продукты обмена. Потом клетка вообще гибнет, происходит пикнос, это запрограммированные умирания клетки. Выделяются кислотные продукты различные и увеличивается лакуна в размере. Поэтому ацеллюлярные лакуны всегда более хорошо видны на кости, чем с живыми клетками, потому что они по размеру больше. Спор заключался в следующем. Считалось, что остеокласты имеют костное происхождение, что это клетки кости, два остеобласта, слились, чтобы достичь остеокласты и так далее. Но они еще не знали ничего о полипатентных клетках и о генезии как таковом. Остеокласт открыл Келликер в 1870 году. Он сказал, что они вгрызаются в кости. И позже его коллега Хаушип назвал эти конкретные зоны ниши Хаушип или лакуны резорпции. Они имеют также очень характерное строение. А в остеокластах выделяется от двух до ста ядер. Это может быть слияние двух клеток, а может быть целого конгломерата большого. Это зависит от времени и масштаба процесса, где необходимы эти клетки. У старых остеокластов есть пикнотические ядра. Это говорит о том, что эти клетки были уже зрелые, созревшие. Поэтому часть ядер у них могла умирать. И у них как что интересно, что ацетоплазма может быть с одной стороны бозофильной, то есть у них идет синтез белка активный. И с другой стороны ацетофильная за счет этих кислотных продуктов распада. Потому что они активно все-таки работают, у них очень много ферментов. А ацетоплазма подтверждает также то, что у них формируются протолитические ферменты вот этих в уколях, которые затем перемещаются ближе к гофрированной каемке. Так вот, кто-то называл это щеточная каемка. А потом доказали, ну было непонятно. Это зеркальная структура гофрированной каемки. Вот гофрированная каемка садится на межклеточное вещество и начинает вымывать ферментами неколлагеновые белки, растворяя их. И у нас формируются пучки коллагеновых волокон, которые формируют щеточную каемку. Как щетка зубная она выглядит действительно в этой зоне. Это скопление клеток, пока было неизвестно каких, которые в дальнейшем сформируют остеокласты. Но это очень крупные клетки, по размеру они превосходят в несколько раз. Вот так выглядит у нас, например, процесс резорпция. И вот эти вот штучки, это называется щеточная каемка. Остеокласт находится вот с этой стороны. Вот это прополитический фермент ориентирован. Так вот, остеокласты, он делится, не делятся из крови. Они происходят от специальных эндотелиальных лейкоцитов. Эти лейкоциты выходят, по сути, это моноциты. И сливаются. При этом еще имеется поддержка, как свита еще моноцитов, которые самостоятельно садятся на кости, лизируют ее тоже. Они помогают остеокластам. Но не в таком объеме. Поэтому механизм, когда именно клетки крови лизируют кости, он, конечно, щадящий. Да, многоядерные клетки образуются также при защитных реакциях организма. Вот это знаем только патогистология. А вы должны понимать, что в норме остеокласты тоже будут образовываться. Если у нас есть повреждения и есть мертвая ткань, а целлюлярная, туда всегда придут остеокласты. Они выходят на мертвых рящ, кальцинированные на кость именно из крови. И все равно будут ее лизировать. Поэтому какой-то процент усадки, он физиологичен. Это норма. Но для каждого это величина индивидуальная. После трехкратного замораживания, опять же, аналогично видите, чтобы убить все клетки, сделать ацеллюлярные. Материалы в 1952 году Хэм и Гордон пересадили блок ауто-кости и чужой живой кости. Второй вариант в кость не превращался. Превращался только первый, мертвый блок. А живой блок, он отторгался. Но остеокласты образовывались и в одном случае, и в другом. Потому что были участки поврежденные мертвой кости. Субтитры создавал DimaTorzok